Возможность заключения энергосервисных контрактов появилась с введением в действии 261-го закона об энергоэффективности. Рязань – один из первых городов, которые этим воспользовались. Суть контракта состояла в том, что сам город ничего не вкладывал в покупку оборудования и его установку. Исполнитель в лице ГПБ «Энергоэффект» за свои деньги произвел замену 16 тысяч светильников и 350 шкафов управления. Контракт был заключен в 2014 году на 7 лет. За это время город должен выплатить фирме порядка 300 миллионов рублей. Это те средства, которые сейчас экономятся в результате установки энергосберегающих светодиодных светильников. В начале брифинга Ольга Свинцова отметила, что экономия реально существует. Однако в вопросе выплаты с экономленных денег исполнителю не все так ясно. Какие будут достижения экономии нам предъявлены в 2016 году, мы тоже не знаем. На сегодняшний день за 2015 год была произведена оплата за экономию за 5 месяцев. Экономия денежных средств каждый месяц разная. В среднем она составляет от 3,5 миллионов до 4,5 миллионов в месяц. Поэтому 25 миллионов рублей – это та сумма, о которой мы сейчас говорим. За два года 25 миллионов рублей, и то через суд. Представители дирекции по благоустройству города и администрации Рязани считают, что лампы плохо экономят свет. В связи с этим было заведено уголовное дело в отношении фирмы-исполнителя по следующему факту. О том, что произведена замена светильников, на будущее известно, что они некачественные. Давайте мы не будем комментировать, потому что это в рамках уголовного дела, поэтому мы этот вопрос не комментируем, вопрос как бы не к нам. Фирма-исполнитель смогла отстоять свои позиции. Теперь дирекции по благоустройству города пришлось все-таки выплачивать деньги, исходя из судебного решения. В свою очередь представители подрядной организации удивлены таким развитием событий. Ведь ни в одном городе, где они ранее устанавливали светильники, таких проблем не возникало. Наши светильники установлены не только в Рязани. Они стоят в нескольких городах Тамбовской области, в Калужской области, в Московской области. И там проблем никаких нет. То есть всех устраивает освещенность и то, как они работают. На сегодняшнем брифинге Ольга Свинцова также отметила, что все проблемы с освещением в городе начали возникать именно с момента заключения энергосервисного контракта. Возникает масса вопросов, зачем нужно было менять светильники, кто контролирует нынешнюю экономию электроэнергии. В администрации города сегодня не ответили еще на два вопроса. На каком расстоянии должны стоять светодиодные светильники в черте города, чтобы не создавался эффект зебры на поверхности дороги. И когда вопрос по освещению Рязани будет закрыт, чтобы город стал светлым и приятным для граждан. Зато много было сказано о том, что столбы с фонарями установлены неправильно. Лампам мешают кроны деревьев и обрывы проводов, подающих энергию. Освещение на 28 улицах Рязани не соответствует установленным нормам. Но когда эти проблемы решатся, все это остается загадкой. Со своей стороны наша телекомпания ожидает комментариев от представителей фирмы-исполнителя контракта, чтобы получить ответ на вопрос, почему такая темная и запутанная ситуация произошла именно в Рязани.